Эти люди каждый день стоят на страже нашей продовольственной безопасности. Мало кто знает их в лицо, но они герои нашего времени. Они механизаторы. Рост Сельмаш решил исправить эту ситуацию и рассказать о тех, кто трудится на полях нашей страны. Продолжение следует... Я Куликова Оксана Валерьевна. Живу в Волгоградской области, Серфиморческий район, Хутор Песчаны. Руковожу КФХ Куликова. Заниматься землей мне очень нравится. Земледелие это как будто мое срождение. Площадь моего хозяйства 450 гектар. Зерновые культуры очень нравится выращивать, разные. За руль комбайна я села в 2012 году. И мне это очень понравилось. И как бы нравится, когда зерно сыпется в бункер. Я многодетная мама. Девчонки мои старшая закончила юридически. Средняя закончила у меня педагогически. А две девочки у меня 12 и 4 года. Так что дочери у меня. Думаю, что кто-то пойдет по моим стопам. Старшая дочь у меня военная. Она связистка у меня. Растет маленький внук. Думаю, может быть, внук пойдет на бабушкины поля работать. Как бы в колхозах у нас очень мало мужчин. Они как бы... Какие работают уже, они работают. Пришлось сесть самой, научиться всему. На трактор, на комбайн. И когда села за руль комбайна, тракторов, мне это очень понравилось. Поэтому я считаю, что женщина тоже может работать и на тракторе, и на комбайне. Также любить губную помаду и ключи, которыми ремонтировать трактора. Когда я сею, мне нравится смотреть на всходы, как они сходят. Когда вот уборка идет, мне очень нравится смотреть на зерно. Убирать ее, как она сыпется с бункера в машину, насыпать. Культивация также смотреть. Разные бывают поля, разные бывают трава растет на них, убираешь ее. Подход к каждому полю свой подход. Рабочий день мой начинается в 8 утра. Я приезжаю на работу. Ну, конечно, когда у нас уборка, мы уже в 6, мы уже как бы на поле. Начинаем работу, начинаем продувать комбайн, смазывать. А в будние дни, когда не уборочная среда, мы находимся на базе и распределяем уже или культивация, или баранование. Ну, в зависимости от сезона, что нужно выполнять. В этом году пшеница показывает свое качество. Очень сыпет хорошо в этом году. Урожайность замечательная. Ну, вот погодные условия, конечно, не позволяют убирать. Приходится ждать. В профессии механизатора почему я горжусь? Потому что я, наверное, женщина. И работаю на земле. И не каждой женщине это дано. Тем более многодетной маме, когда заботы есть о детях, нужно им уделять внимание. Я стараюсь уделять внимание и детям, и своей работе. Поэтому я горжусь своей работой. Я работаю на всей сельскохозяйственной технике. Да, у меня есть техника рассельмаш. Это комбайн Дон. Но он старенький у меня. Поэтому я решила себе купить новый комбайн. Я ему очень рада, что я его приобрела. Новый комбайн. Мне очень нравится комбайн нова. По вымолоту нравится. Он сразу показал себя с первого дня в поле очень хорошо. Никаких нареканий нет. Поэтому я всем советую покупать комбайн нова. Очень хороший комбайн. Мне очень понравился. Мне нравится жадка. Что она не маленькая, четырехметровая, как раньше была на Ниве. Она шестиметровая. Есть там семиметровая. Но вот у меня шестиметровая. Очень мне это устраивает. Нравится, что меньше шума в кабине. Кондиционер. Это, само собой, это наши сейчас погодные условия. Это необходимость. Мне нравится современная техника. Комфорт. Нужно стремиться к лучшему. Покупать современную технику. Мне «Ростельмаш» очень нравится. Да, я готова порекомендовать комбайн нова всем крупным фермерам. Даже мелким фермерам, которые могут себе это позволить. Комбайн очень замечательный. Я рекомендую многим приобрести комбайн нова. Продолжение следует...